Я тоже прочитаю три стихотворения Бориса Слунского. Туристам показывают показательное, полную чашу, пустую тюрьму, И они проходят как по касательной, не прикасаясь почти ни к чему. «Хотите, я покажу вам села, где нет старожилов, одни новоселы, Все от ребенка до старика погибли, прикрывая вашу Америку, Пока вы раскачивались и пока отчаяли от берега?» Я могу засвидетельствовать, потому что мне было 10 лет, Я уже был достаточно взрослый человек, Когда был подписан протокол с нашими союзниками об открытии Второго фронта. И мы и тыл, и особенно фронт, все ждали, что они его вот-вот откроют. Мне стукнуло 11, мне стукнуло 12, мне стукнуло 13, Они его все не открывали, и только 6 июня 1944 года, Когда война была уже решена, и нам оставалось взять Герлин, И они, наконец, высадились. И очень здорово Слуцкий выразил наше общее и фронта, и тыло отношение к этим событиям. И мы сейчас, когда мы слышим о том, что в новых учебниках истории Высадка в Нормандии описывается как битва, Которая решила исход Второй мировой войны, Мы понимаем, с кем мы тогда имели дело, И с кем имеем дело сейчас. Последняя усталость и устав, Предсмертным умиранием отвачен, Большие руки, галорасплостав, Лежит солдат. Он мог лежать иначе, Он мог лежать с женой своей в постели, Он мог не мять, намокший кровью мох, Он мог, да полно мог ли, неужели? Нет, он не мог. Ему военкомат повестки слал, С ним рядом офицеры шли и шагали, В тылу стучал машинкой трибунал, А если не стучал, он мог едва ли. Он без повестки, он бы сам пошел. И не за страх, за совесть и за почесть Бежит солдат, в крови бежит, большой, А жаловаться ни на что не хочет. Вот вам село обыкновенное, Здесь каждая вторая баба, Была жена подруга верная, Пока не прибыл из штаба, Письмо бумажка похоронная, Что в пицце написал размашку, С тех пор как будто покоренная, Она той малой бумажкой, Пылиться платьица бордовая, Ее одного подвенечная. Ах, доля бабья, Дело вдовое, Бескрайнее и бесконечное. Она войну такую выиграла, Поставила колхозы на ноги, Но как трава на солнце Выгорела, то счастье, Что не встанет и на ново. Вот мальчики идут, и девочки Опаздывают на занятия. Ну как желать счастья деточкам, Та, что мечтанет больше матерью. Вот гармонисты гомон подняли На шершавых досках клуба. Танцуют эти бабы полное, Что глупо скажете, Не глупо их пары птицами Звиваются, сияют утреннюю зорькою, И только сердце обрывается От этого веселья горького. Редактор субтитров А.Семкин